Приветствую вас, Вероника. Смотрите, ваш муж на данный момент использует такую своего рода манипуляции. Манипуляция чувства вины, потому что его выбором было мириться с особенностями вашего характера. И то, что делают мужчины сейчас, это по большому счету пытается вас подчинить. Ваша основная проблема заключается в том, что вы боитесь потерять свое внучество, что говорит о том, что вы к нему привязаны и, возможно, эмоционально от него зависимы. Вы испытываете вину за свое вроде бы как естественное поведение. Вы изменили свое поведение, но срываетесь. Значит, вы делаете себя не совсем искренне. Если бы вы видели себя искренне, вы бы не срывали для вас, чтобы было естественно. Срываетесь вы из-за того, что не выдерживаете напряжение. Напряжение означает именно то, что вы ведете себя по отношению к мужу не совсем аутентично, не совсем конкуренчно. И именно по этой причине возникает вот эта вся проблема. Что делать? Ну, для начала я бы, наверное, рекомендовал вам вдвоем обратиться к семейному психологу, для того, чтобы понять, что вообще вы хотите оба, да, хотите ли вы нормализовать отношения, хотите ли вы меняться, хотите ли вы призна... Дальше обучить технике бесконфликтного общения, чтобы вы в первую очередь научились выражать друг другу свои чувства, свои мысли, свои переживания. Правильно, без негатива, без обвинений и прочее. И дальше поработать с вашим чувством вины и вас можно с привязанностью со страхом потерять мужа, для того, чтобы вы стали более свободным. Потому что муж не будет относиться к вам лучше до тех пор, пока вы вините себя за свое, повторюсь, вроде как, естественное поведение. Вот. Муж, к сожалению, использует вашего ребенка как оправдание, а оправдание своему нежеланию отвечать за свои действия, нежеланию делать, ну, делать свой выбор. Ребенку, на самом деле, еще хуже, только от того, что ее родители ссорят с одной стороны и жалеют с другой стороны. Поэтому, вот, воспринимать всерьез аргумент, что ради ребенка, я остаюсь в семье, ну, я бы всерьез не стал. Вот, вот, в принципе, такая история. Обратите внимание на то, что вы не знаете, как жить дальше, обратите внимание на то, что вы, как бы, боитесь, что у мужчины рядом с вами не будет, и это очень вам мешает. Это важная вот личная проблема растворения, как бы в другом человеке. Дальше. Идем. Вы говорите о том, что вы заботились, но нежности проявляли мало. Ну, вообще, бывают люди, которые, в принципе, не способны на какое-то большое количество нежности. Давайте так скажем. И, ну, в какой-то степени, наверное, это нормально, что вы не могли проявить, нет, ну, что вы не проявляли, нет. И муж, он вас ведь как-то такой выбрал. Ага, вот. Потом что-то произошло, вы поменялись, интересно из-за чего, и вроде бы, теперь вы стараетесь себя по-другому. Но вы срываетесь, и это противоречие. Дальше. Ссора. Вы ссоритесь. Обратите внимание на то, что ссора происходила и раньше. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Что ссора происходила и раньше. То есть, вы ссорились и раньше. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вам следует изучить психологическую игру в скандал. И вам станет понятнее, что под собой кроет ваша ссора. Вот. Также необходимо определиться с ответственностью, которую несете вы, за возникновение ссор, за возникновение конфликта. Потому что, ну, он возникает. Вот. Вот примерно так. Я думаю, я бы ответил вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для нас образом. Так. Вот. Продолжение следует...